МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это тысячи специалистов, для которых углеводороды – дело всей жизни. С нефтяниками и газовиками побеседовал и наш специальный корреспондент Алексей Мак. Алексей на прямой связи со студией. Итак, что говорят участники рынка о нынешнем положении дел в отрасли? Александр, приветствую тебя из московского экспоцентра. Он превратился в высокотехнологичное предприятие. Я стою около цистерны, которую изготавливают в Ижевске, и на которой нарисовано художниками Ковыктинское месторождение. Все очень экологично и красиво. Ну, конечно, выставка масштабная. Около тысячи участников. 12 стран принимают участие. Но сначала хочу рассказать о программе импортозамещения в нефтегазовой сфере в разных регионах. Например, Челябинская область – это известный центр приборостроения и метрологии. Одно из предприятий региона более 30 лет выпускают приборы контроля давления, в том числе в нефти и газопроводах. Сейчас производство полностью отечественное. Следующий этап – это создание российского программного обеспечения для управления именно технологическими процессами добывающих предприятий. Нам показали, чего удалось достичь в этом направлении. На сегодняшний день мы сделали собственное решение на базе системы управления, которое направлено на решение задач автоматизации в нефтегазовой отрасли. В первую очередь это наше основное направление деятельности. Пока это не полное стопроцентное импортозамещение. Мы полностью заместили программное обеспечение. И сейчас выпускаем первый раз в широкой публике новую систему, называется «Натау». Это уже продукт на базе железа, который является российским. И мы можем его с полгода предлагать нашим заказчикам для решения текущих проблем. Вот расскажите, что тут обозначено на схеме? Это уже какой-то производственный процесс с какими-то цепями добывающей компании? Да, но здесь просто обозначена типичная такая схема управления технологическим процессом, где указаны просто блоки контрольные с набором параметров, которые контролируются. Вот, контролем вот этих всех блоков и технологических процессов осуществляется благодаря железу, которое представлено здесь на стенде. А в Московской области начали производить специальные растворы и жидкости для повышения нефтедобычи. Расскажу об этом подробнее. Обычно в нефтяную скважину заканчивали воду, процесс происходил с помощью нее. А сейчас специальную вязкую жидкость, которая снижает потери нефти при добыче. Для этого создали специальные мобильные станции. Вот как они выглядят и работают. Это установка полимерного заводнения, которая повышает нефтеодачу пласта за счет применения полимерных составов. Здесь готовится полимерный состав и насосами высокого давления нагнетается в инфраструктуру заказчика, недропользователя. Вот. Она представлена, это типовая, есть другие варианты. Кроме полимерного заводнения у нас есть ПАВ-полимерное заводнение и щелочное ПАВ-полимерное заводнение. Опять же, все зависит от желаний заказчика. Я так понимаю, что эта конструкция на самом деле вообще мобильная, может перемещаться даже в труднодоступные регионы нашей страны. Как уже она используется? Абсолютно верно. Да, она мобильная, она исполнена в морских контейнерах. Вы ее поставили на грузовик и перевезли в необходимое место. Провели обвязку и да, используете. Из примеров мы качали таким оборудованием за полярным кругом. Мясояха, нефть и газ. Конечно, таких инновационных разработок на выставке очень много. Представлены и региональные стенды, которые рассказывают о программе импортозамещений именно в станка и приборостроении для нефти и газовой отрасли. Вот об этой работе и про участника выставки нам рассказали организаторы форума. Выставка действительно грандиозная. Приезжаем каждый год сюда и видим, что в этом практически все павильоны заняты, даже на улице. Вот расскажите про участников и про состав вообще экспозиции. Вы абсолютно правильно заметили, именно 23-я выставка нефтегаза 2024 поражает своей вот такой масштабностью, я бы сказал. 22,5 тысячи квадратных метров нетто, как мы профессионал отрасли говорим. Тысяча участников, 12 стран мира, 50 регионов Российской Федерации, всех 8 федеральных округов. 10 регионов представили свои коллективные стенды. Из международной кооперации Китайская Народная Республика представила огромный национальный стенд. Поэтому действительно очень много гостей мы ждем. И сегодняшнее открытие как раз будет тому подтверждение. Все профессионалы отрасли, органы государственной власти, президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации примут участие в открытии. На площадках выставки пройдет нефтегазовый форум. Это традиционная площадка, где встречаются профессионалы отрасли, обсуждают те проблемы, те вопросы, которые необходимо обсудить. И придет прямое взаимодействие с органами государственной власти, решаются очень многие вопросы, ставятся какие-то определенные задачи. Но я могу сказать, что данная выставка входит в десятку мировых, крупнейших выставок нефтегазовой тематики вообще. И мы подтверждаем этот статус каждый раз год от года. Я могу сказать, что по сравнению с прошлым годом масштаб выставки увеличился более чем на 50%. То есть вот масштабы, по сути дела, вот такой вот. Мы большое внимание уделяем, в том числе, участию высших учебных заведений в отрасли здесь. И поэтому будет возможность встретиться в том числе и с ними. Если мы говорим про участников, то очень много программ импортозамещения здесь представлены. Вот касательно такой содержательной составляющей, чем интересна выставка нефтегаз в этом году? Дело в том, что сегодня на выставке представлены самые новейшие технологические разработки российского происхождения для отрасли. И здесь как раз, ну, если хотите, демонстрация технологического суверенитета отрасли Российской Федерации. И все направлено, в том числе и на нефтегазовом форме, именно на это. Технологическая независимость Российской Федерации от возможных санкционных влияний наших, так сказать, бывших партнеров. И я могу сказать, что продолжают участие в выставке компании тех стран, правительство которых присоединилось к санкциям. Но бизнес есть бизнес. Интересы бизнеса, интересы многолетнего сотрудничества, интересы взаимодействия, они порой не оглядываются на то, что делают некоторые неразумные представители правительств западных стран. Ну вот Германия и Литтенштейн тому подтверждение. Но хотелось бы сказать, то что я знаю, что вы поддерживаете небольшие компании, которые хотят, например, принять участие в выставке, но не имеют пока таких возможностей, как имеют крупные промышленные гиганты. Это действительно так. У нас есть специальный подход для таких компаний. Мы здесь взаимодействуем с институтами развития Российской Федерации, с корпорацией «Мой бизнес», с Министерством экономического развития Российской Федерации. И в рамках тех программ, которые есть у правительства, и в рамках своих собственных программ мы оказываем такую поддержку. И вот чтобы подвести некий такой итог нашей беседы, помимо того, что мы презентуем свои достижения, это же очень эффективная деловая площадка, где и в конечном итоге будут составлены договоры о сотрудничестве и контракты. Вот какие ожидания в этом году в этом направлении? Деньги любят тишину, я могу сказать. Я сразу хотел бы заметить, что масштабность форума будет подтверждена в том числе и большими контрактами. Теперь хочу рассказать и показать экспозицию на улицах. Здесь в натуральном размере можно увидеть бурильную установку. К ним в дополнение идут вот такие насосные станции. Это прототип, который изготовили в Ижевске. Вот как она работает. Установка предназначена для нагнетания бурового раствора скважину. Рассчитана она на давление 430 бар. То есть, соответственно, если это сравнивать, в автомобильном колесе 2-3 атмосферы у нас, в допроводном кране до 4,5 атмосферы, то здесь 430, то есть в 100 раз больше, чем в быту мы можем встретить. Она рассчитана именно для того, чтобы создать давление и нагнетать буровой раствор в скважину, где забойный двигатель непосредственно этим буровым раствором начинает вращение и разбурку породы, чтобы пробурить скважину. Как управляется она? Вот расскажите. То есть должен стоять специалист? На самом деле, я смотрю, очень все просто, технологично. Да, все просто. На самом деле, просто бурильщик, грубо говоря, выбирает режимы. У нее есть дистанционный пульт непосредственно, который на бурильщик, уже непосредственно на буровую установку, на комплексе бурения. Вот, выбирается просто расход и давление. Соответственно, все очень просто. Автоматика всем управляет. Автоматическая коробка передач, которая сама регулирует уже, какой расход непосредственно оператор выставил. Все под эту работу. То есть подается раствор, судя по всему, вот отсюда. И как дальше он двигается? Здесь мы с вами видим только дизельный привод, автоматическую коробку передач. И потом уже вращение преобразуется в поступательное движение паунжеров в насосе. И непосредственно паунжера уже толкают буровой раствор и выталкивают его в манифольд высокого давления оранжевым цветом. Синим цветом это манифольд низкого давления. В него подается буровой раствор сочистных сооружений, где он очистился, системы циркуляции. И насос уже нагнетает буровой раствор до необходимого нам давления. И через манифольд высокого давления подает уже в скважину непосредственно. Как зарекомендовала себя эта установка, где уже работает? Это на самом деле сейчас пока тестовый экспонат, грубо говоря. Мы его привезли сейчас под конкретного заказчика. В этом году планируемое внедрение. И, соответственно, в следующем году уже у нас будут какие-то результаты по, так скажем, наработке. Потому что наша компания больше занимается именно производством насосов и комплектующих. А вот в сборе насосную установку мы в этом году привезли как бы первую. Спасибо вам большое и удачи. Александр, а мы продолжаем работать на выставке. Тут также представлена еще и техника, передвижные дома, вездеходы. В общем, есть что посмотреть до 18 числа. Милости просим, экспоцентр. Спасибо, Алексей. Наш специальный корреспондент Алексей Мак набрался столько знаний о нефтегазодобыче, что, наверное, хоть сегодня смог бы экстерном закончить институт имени Губкина.